С 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. В отличие от предыдущего осеннего, который состоялся с опозданием из-за частичной мобилизации, в этот раз все началось в срок. И вот уже первые новобранцы готовятся к отправке сначала в Батайск на распределение, а уже потом непосредственно в воинские части для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. Прежде всего начинается призыв, это с прохождения медицинской комиссии. Если мальчик годен, нету никаких противопоказаний по здоровью, то он призывается в Вооруженные силы. Естественно, учеба, чтобы он имел какое-то образование или закончил высшее учебное заведение, или колледж, техникум, или просто школу. Ну то есть у каждого мальчика своя жизненная позиция, идти в армию после учебы или до учебы. И решение, конечно, принимает сам мальчик прежде всего, ну и семья. Всего от военкомата по Родионово-Несвятайскому округу в весенний призыв отправятся около ста человек. Первопроходцами уехали первые десять. По их словам, они вполне готовы к воинской службе. Ну борьбой вольной вообще. Чего ждать от службы в армии? Ну что, попаду в хорошие войска. Надеюсь физической подготовки, какой-то, не знаю, добиться своей цели. Я надеюсь, что так же и служба в армии поможет нам чем-то. Поосвоить новую профессию, освоить какие-то новые знакомства, получить какую-то специальность военную так же. Это неплохо, почему бы и нет. Просто не нужно стоять на одном месте, нужно постоянно двигаться, я думаю. Мне 25 лет, вот я сейчас иду проходить срочную службу. Я самый старший там среди своей команды. Это первая команда, которая идет. Если с каким настроением идете? С хорошим, с боевым. Каждый призыв, как правило, проходит в некотором тревожном ожидании. Что-то меняется в законодательстве, практике призыва и прохождении службы. Молодые бойцы с известной долей напряженного внимания делают шаг в грядущий год, наполненный новыми событиями и впечатлениями. В этом году многие родители с облегчением выдохнули. Действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался прежним. Пока призыв идет на год. И служить они будут в нашем южном военном округе. То есть ребята, которые как бы идут сейчас в первых отправках, это южный военный округ. А вообще мы служим, призывают наших ребят по всей России. И естественно, я подчеркиваю еще раз, чтобы не боялись родители, жены, что ребята служат только, по срочной службе только в России. На специальную военную операцию их не привлекают. Родные с грустью и гордостью провожают ребят. Они уверены, все будет хорошо. Гордимся, конечно. Он сам хотел. Сказал, пойду. Гордимся. Гордимся, да, молодец. Наверное, он все-таки станет более самодостаточным, более решительным. Будет сам принимать решения осознанно уже. Думаю, все-таки физическая подготовка у нас так хорошая, но все-таки... Будет лучше. Да, будет еще лучше. Будет лучше. И вот последние минуты перед отправкой. Все уже сказано. Мамины крепкие объятия и поцелуи любимой девушки. Звучит команда, и новобранцы по одному проходят салон автобуса. Впереди дорога на областной сборный пункт. Удачной службы вам, ребята. Продолжение следует...